В Омске прошел первый семинар для мастеров кожевинного дела. Количество материалов удивило даже опытных ремесленников. Дмитрий Ковалев побывал на открытии и расскажет, почему даже небольшие изделия из кожи не могут стоить дешево, что чаще покупают омичи и что кожевники пишут об Омске в американских журналах. Ради любимого ремесла Евгений Соломин оставил профессию системного администратора. Теперь это не только хобби, но и прибыльный бизнес. Изделия из кожи продаются быстро, хоть и стоят недешево. Поскольку я знаю многих кожевников, они гарантируют свое качество минимум на год и максимум навсегда. Сейчас это еще очень дорого, потому что вот та же кожа, например, в основном с зарубежного производства, то есть ее приходится покупать за рубежом. Химия в основном вся за рубежом, то есть у нас вообще никто химии не делает. Тотальный тест-драйв. Так организаторы назвали первый в Омске семинар для мастеров кожевинного дела. Здесь показали, как работать с разными видами кожи, каким инструментом выполнять тиснение и объяснили, какую краску лучше использовать. У кожевников, к слову, даже есть свой журнал. Евгений Соломин единственный мастер, который выпускает журнал о кожевинном деле. Он так и называется. Два номера вышли в традиционном варианте. Теперь автор выпускает только электронную версию. А это американские журналы той же тематики. В них также можно найти материалы об Омске. Больше 30 участников со всей страны. У каждого была возможность поработать с дорогими материалами. Например, кожу бразильской выделки в России просто так не купить. Ее организаторы заказали в Южной Америке специально для семинара. А вот инструменты у большинства индивидуальны. Эти тиски или, как их называют, кожевники шорной пони, Евгений Олишков сделал сам. Работает по технологии вековой давности. В руках мастера он легко заменяет швейную машинку. Классический метод шитья. Две иглы, две руки, вощеная нить. Заранее проделанное отверстие. И в эти отверстия специальным методом нить укладывается. Самая простая техника. А вот сколько времени уходит на работу, сказать не могут даже сами кожевники. Ведь, как правило, делают сразу несколько вещей. Например, пока краска впитывается в ремень, мастер сшивает кошелек. Кстати, именно эти товары чаще всего заказывают омичи. Но самой большой популярностью пользуются именные обложки на паспорт. Дмитрий Ковалев и Артак Мурадян. Новости здесь, Омск.